МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У рамках акции «Наши дети» у Гомельским державным цирку пройшла областная доброчинная ёлка. Сто-годовый юбилей отзначила хамельчанка, ветеран Великой Айчынной войны Вольга Алекса-Польская. Сырым и ветрыным надворьем сустракая опошняты день гэтага года. Сёня Украине обвешчаны оранжевый узровень небезпеки. А зараз обгэтым и іншым – больш падрабязна. У рамках акции «Наши дети» у Гомельским державным цирку пройшла областная доброчинная ёлка. Сёрыдамаль 1500 удельников, операможцы творчых конкурсов, дети с обмежеванными махчымастями, выхованцы шмадетных и малозабеспеченных и приёмных семьях. С программой свята ознайомилися наши корреспонденты. Дематышные гульнявые пляцовки, танцевальный калейдоскоп и караоке. На галунном новогоднем дитяшем святе кожный повинен знайсти заняток по интересах. Те, к минимуму, подивиться шамусти цикавому. На кшталт человека-лямпочки. У сяго-лямпочек на костюме коля 150. И человек, хоть и нагадывая пересолоную ёлку, отшувая себе утульна. Люди реагируют довольно-таки интересно. Они такого ещё не видели. Это очень необычно для них. Обычно, если что-то свесится, это обычно какая-то статуя или что-нибудь такое статическое. А когда человек танцует в таком костюме, это очень необычно, очень нравится. У дельники галунной областной ёлки – дети с обмежеванными махчымастями, выхованцы шмадетных, малозабеспеченных и приёмных семью. Подчас акции «Наши дети», якая протягнется до 8-го студеня, у всех таких детей наведуются представники органов УЛАДы, предприемству и громадских организаций. Кабы казаць допамогу и подтрымку, Кристина Паулова разом с двума іншими детьми живе у приёмной семьи у Мазары. Сестра, она немножко помладше, ей 7 лет, мне 8 лет. Меня зовут Павлова Кристина, а мою сестру зовут Ставицкая Марыся, моего брата Адамович Андрея. Я хожу в Алексе, я там занимаюсь, я там танцую, а моя сестра там танцует и поёт. И еще одно подтверждение талиновитости наших детей – новогоднее представление зуделом навучшенцев у стану от дукации Гомельской области. Хоть только с певами и танцами справа не обмяжовывается, у символичных конвертах от двушнего региона проекты, які яны плануюсь реализовать на протягу наступного года. Брагинский район проставил программу супрасонництва городских и сельских школ. Гомельский пропонавал створение отрада по охове бездомных живел. Жлобинский – марафон школьных сродков массовой информации. Кармянский – допамогу ровесникам за межаванными махчымастями. Хойницкий – просто робить приемные дробязи для тех, кто побач. И во всех выпадках – это шлях до самого доскональвания. Наученец другой калинковицкой средней школы Владислав Малашенко на властном опыте переконався. До этого необходимо мкнуться. Хлопчик – владельник диплома третьей ступени агульно-российской олимпиады по основах православной культуры. Я узнаю много нового. Мне нравится именно этот жанр направления, то, что я изучаю Бога, я изучаю историю даже. Это очень связано. Как кульминация свята, подведение выникло областной акции «Усе дети – наши». Десять новученцев, злику дятей замежаванными макчымастями, якие досягнули значных перемог у республиканских и областных конкурсах, отремливают подарунки от областного выканавшего комитета. Я не сдолили показать приклад іншим. У житті нема ничего недосягального. Олег Сунцеров, Ольга Коновалова, Евген Макенка, телерадиокомпания «Гомель». Цеси Гомельска областного совета депутатов затвердила показчики социально-экономичного развития и бюджет на наступный год. Основная увага у 2017-м будет нададена повышение продукционности працы, повеличение объема экспорта товаров и послуг, а так само створение новых працонных мест. Олег Сунцеров ознайомился с перспективами. Прогнозные показчики социально-экономичного развития Гомельска на наступный год относительно невеликие. В общем разе двух значных рисков в этом документе нема. Олег, это не значит, что выконать их можно будет просто и без значных намаганий. Продукционность працы 101,4%. Экспорт послуг 104,6%. Валовый региональный продукт крыху больше за 101%. Все показчики распроцовываются за униками реальных экономичных остановищ, как у самой Беларуси, так и у основных краинных партнерах. Показатель ВРП 101,3%. Но он, несмотря на то, что он кажется небольшим, он достаточно напряженный. В этом году динамика, к сожалению, отрицательная этого показателя. Поэтому все показатели, которые мы для себя наметили и будем предлагать к утверждению, нацеливают нас на тяжелую, кропотливую работу. Планируется, что более 105% у нас будут обеспечиваться экспортные показатели. Ну и, безусловно, один из важнейших на следующий год это создание новых рабочих мест. Что дальше со бюджету, то его наполняленность будет задержать в первую чергу от вынеку работы реального сектора экономики, начиная от деятельности таких гигантов, как Мазерский нафтоперепроцовщий завод и БМЗ, до приватных предприемцев. Некого дефициту на наступный год не заплановано, или жить прийдеться литерально по сродках. У тем же жилевым будовницам, например, держава, по иную допомогу окажет, или необходимо различить и на уластной махтемости. Упор государства делает создать условия для гражданина, чтобы он мог реализовать свое право на стройку. Пожалуйста, сети, водопровод, канализация, электроснабжение. Государство это сделает, дальше индивидуальная застройка. То есть вовлекать граждан вот в это движение. Отсюда и акценты финансирования. Сирот основных границ финансовых поступлений в областный бюджет. Податки, доходы от выкрестания державной маемости, дивиденды по акциям, а так само державные субвенции, утымлику на переодоливание на собственную катастрофу на ЧАЭС. Что тычется расходу, то тут, как и в попередние годы, головная вага так званым гарантованным обовязкам во всем остатнем придется экономить и по максимуму беречь то, что уже есть. Из 2,3 миллиардов рублей у нас социальная сфера занимает более полутора миллиардов рублей. В первоочередном порядке предусмотрены защищенные статьи расходов. А вот расходы на текущее содержание и проведение ремонтов, они формировались, исходя из наличия источников, которые невелики. И в составе той же социальной сферы удельный вес всех видов ремонтов и приобретения оборудования он занимает всего лишь 1,6%. На передании новогодних и колядных свят популярной у покупников становится пиротехника. Тымчасом для простойников гандлю, якие реализуются таки товар, иснуе широк потребований. У приватности строго забороненный продаж пиротехники детям во взросле до 15-ти годов. За порушение продугледжены штраф до 10 базовых величин. А кроме того, субъекты гандлю, якие займаются продажем пиротехники, повинны притрымливаться техничного регламенту мытного союза и правила у пожарной безпеки. Обовязковым парадку продавец повинен ознайомить покупника з инструкцией. В связи с надыходящими святами серьезных змен у работе организации «Аховы здоровья» не плануется. Про гэта поведомили у Гомельской центральной городской поликлинице. Так, для больницы, поликлиник святочный график установлены на 1-е и 7-е студеня. Узвычайным режиме установы «Аховы здоровья» працуют с другого студеня. По суботним графику пациентам будут примать с 31-го снежня и 21-го студеня. Дежурные змены приемных отделений у травматологичных пунктов, отделений у интенсивной терапии и реанимации будут узмоценены квалификованными специалистами. Сто-гадовый юбилей напереды дня значила Гомельчанка, ветеран Великой Айчинной войны Вольга Алексапольская. Она народилась яшы у часы царской России 26-го снежня 1916-го года. На ее житё пришлось две сусветные войны и складаны период послевоенного одновления. Первые годы життя Вольга Алексапольская провела у Курской области, затем переехала у Ленинград. Там поступила у институт, освоевала профессию экономиста. А пошний спыт сдала 21-го червеня 41-го года, а на завтра у Сталинграде уже сустрела войну. Туды дзявчина трапила по размеркованне на перше место працы, на червоно-армейский судно-ремонтный завод. Одною, чекали военная ситуация потребовала эвакуации работников, а малю весь коллектив з'ехал. Засталася Вольга Дмитриевна и аше прикладно 40 человек, и они были повинны выконовать военные заказы. Затым усёж таки пришлось эвакуироваться и некальки дзёныстей пешу до Татарстанского Чистополя, а затым зноу тяжкая праца на карыст Советской Армии и Великой Перамоги. Запрацовный подвиг жанчина отрымала медали за доблесную працу у час Великой Айчинной войны и запрацовную адзнаку. Адразу пасля войны вышла замуж и приехала у Гомель, где с мужем прожила амаль 40 годов. Сёння ее окружают двое дзятей, трое унуков и трое праунуков. У гэтаж дзень с юбилеем ее таксама пришли павеншаваць працтавники Улады, предприемства Белводшлях, Совета ветеранов и работники пашпортного стола, які уручили мененницы новый пашпорт. Очень я, конечно, рада, но и в то же время смущает меня то, что очень большое внимание ко мне и к старому человеку. Приятно и получать и подарки, и поздравления. Я могу сказать, что я не обижена вниманием. Журналисты телерадиокомпании Гомель отримали двое узнагороды республиканских конкурсов на лепшие материалы у СМИ. По выниках национальной туристической премии «Познай Беларусь» наша телерадиокомпания отзначена у номинации «Сродок массовой информации года» «Телебачення». В перемогу принесли программа «Запрошаем на Гомельщину» цикл фильмов «Экология Гомельщины» и выпуск «Добрый вечер Гомель» на тему Александр Хавейко и Катярына Жданович таксама стали переможцами у конкурсе для журналистов на лепше осветление у СМИ темы «Життя беженцев». Даряча у делу конкурсе, який проводила Управление Верховного комиссара ААН по справах беженцев и Международное громадское объединение «Развитё» приняли 27 беларуских сродков массовой информации. На суд журы было представлено больше, як 70 материалов. До Нового года застаются литшанные дни. Нешмат часу для тех, кто не поспел вызначиться с местом святкования. Сустретить 2017 год незвычайно и разом с тым запоминально пропануть разностайные забавляльные установы. Наш корреспондент Дмитрий Котов напереда Дни Свята наведал агросядзибу у Будакашалёвским районе и вызначил головные переваги от починку у сельской мясцовости. Сядзибу увёз цикленовица готов разместить як семью, так и великую компанию. Местца хопить для 40 человек. Жилые домики побудованы из экологично чистых материалов. У них усё необходное для комфортного от починку. На территории сядзибы некольки банкетных залов, а так само две русские бани. Однако головный фактор притягальности для туристов природа. Мясцовые краевиды по-своему малявничшие як летом, так и зимой. Я 15 лет назад попал на это озеро, посмотрел, в него любился и вынашил мыс что-то здесь создать. Ну, пришло время постарел и построил себе домик жить. А потом решил создать, чтобы люди видели эту красоту. Это какое-то своеобразие природы. Тут же озеро, запах воды. Это, понимаете? Пригажись природы с кожным годом притягивая усю большую колькость туристов на Гомельщину. Однако текавость до отпочинку у агросадибах выкликана и по шириням спектру послуг. Сиротное больше запотребованных, полевания, рыбалка, экскурсии, махчимость поудельничать у святых и фестивалях. Очень приятно отметить проводимую работу, скажем так, создание кластерной модели агротуризма. То есть хозяева агросадиб находят контакты с объектами историческими, культурного наследия, какими-то развлекательными объектами на территории, близлежащие к своей агросадьбе. То есть на сегодняшний день хозяин агросадиб может предложить, скажем так, полный комплекс услуг по желанию туриста. Гостями агросадиба участие за все становятся жихары России. Однако география наведовольников поступово поширается. Отпошивать белорусскую везку приезжают из Польши, Израиля и Кипра. Как правило, это уродженцы Беларуси, которые доведались про садибу, про интернет. Протягнуть туристов допомогает и так званая сарафанная радио. Алика повелишь этих колькостей необходимо больше активно заявлять про себя. Здесь очень замечательные места, к сожалению, мы о них не знаем. Не знаем, как рассказать, не знаем, как преподать. Поэтому хотелось бы сделать акцент на более тщательном ведении этой маркетинговой политики. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокампания Гомель. А пошнятыдзень 2016 года с устревветреным надворьем. На сёня Украине обвешены оранжевы у зровень небезпеки. У Гомельской области порывы ветру в ближайшие часы будут узмацняться и сёння досягнуть 20 метров за секунду. Дённые температуры складутся от нуля до плюс четырех. Затым чекается послабление ветру и похолодание. Есть рызыка зявления гололёдзец и туманов. 31-го снежные опадки маловерогодные. У новогоднюю ночь по передних прогнозах чекается понижение температуры до минус девяти. У перший день нового года слубки термометра узнимутся до двух градусов тепла. Выглядели ранешний информационный выпуск телерадиокампании Гомель. У студы працавала Наталья Игнатенко. Мы сочем с разведцем падею Гомелей Гомель.